Сниму обратное техническое видео специально для него, для чего мы занимаемся покосом и нам обоим это будет интересно и полезно. Короче, делить опытом. Я не скажу, что он такой особо опытный, но кое-что. Стаж у меня немножко побольше и кашу по времени. Сразу же покажу улицу, где мы живем. Это 100 километров от города, Саргадский район. Вот улица наша. Наш дом, где мы живем. Улица новая. Она построена в конце 80-х, в начале 90-х. Строилась специально для работников колхоза или специалистов. Мы сами с женой не коренные жители, не местные, а гуманитарные образования, жены технические. В общем, приехали сюда как молодые специалисты, остались здесь жить. Ну, короче, пустили корни. Как-то понять, пустили корни. Дети у нас здесь выросли. Наталья здесь своего покорника. И в последнее время уезжать отсюда, куда они собираются. Конечно, сейчас уже можно уехать. Но я просто там сойду с ума от безделия. Поэтому живем здесь и не собираемся никуда ехать. Сейчас это лирическое отступление. Сейчас мы сходим, посмотрим ротационную сенокоску. И кое-что покажу, кое-какие нюансы. Сейчас у нас на улице нету на задах огорода. Улица воткнута на задах. Центральная улица. И там просто можно заехать. Скотину еще можно там огородить, держать. А огородов нет под картошку. Поэтому нам приходится картошку садить перед домом. И в зимнее время здесь я организовываю сеновал. Потом сено убирается. И здесь распахиваем и садим картофель. Пойдем, входим, посмотрим. Продолжение следует... По свету и по блинам, по блинам. Короче, Володя, ротационная сенокоска, ротационная. Конечно, она это дело очень хорошо. Косит она лучше. Ну, я так понял, что ты ей недолго пользуешься. Короче, надо смотреть и смотреть. Ты купил Веракс. Я, значит, когда... У нас уже были в это время в деревне Веракс. И, значит, я посмотрел, как люди пользуются, чувяка, как это косит. Ну, и тоже, значит, задался сенокоску. Посмотрел у наших, как они косят. Ну, короче, хорошо, что ты купил 165-ю. 185-ю уже бы у тебя пришла бы негодность, и ты бы ее, значит, она бы у тебя стояла мертвым капиталом. В чем особенности и разница между, вот, турецким Агролейдом и Вераксом? Здесь все, значит, сочленения между рамой, значит, и треугольником сделаны, значит, на товотницах. Поближе сними. Короче, вот. Сюда поближе сними. Вот товотница стоит. Везде, значит, везде, везде, значит, везде стоит товотница. Своевременно их нужно, практически, когда косишь, каждые 2-3 дня, значит, маслом накачиваешь, и тогда они ходят. На твоем Вераксе, значит, вот в этих местах нету, значит, ну, сделано там по-другому. Если здесь стоят втулки, то у тебя стоят, значит, пластмассовые втулки. Ты приди, вот пока зима, подойди и посмотри, а не появился ли у тебя люфт. Если люфт появился, то нужно искать причину. У меня есть, конечно, люфток, но небольшой. А если пластмассовые у тебя втулки стоят, значит, сразу же, пока зима, готовься по косу, закажи ремкомплект, и пусть тебе ремкомплект этих втулок привезут. И сразу же закажешь там, сюда, сразу же закажешь, у них там ножи. Ножи, вот ножи. Конечно, лучше ножи, чтобы заводские были. Лучше производство Германии. Если, ну, значит, Агролейд отличается от Веракса, он берет выше. Вот сама нижняя чашка, у нее конструкция, конфигурация совсем другая. Она берет сантиметров 8 от земли. Веракса же берет практически, как работает, как фреза, и берет гораздо ниже. Короче, еще, значит, пока зима, вот нижнюю чашку открути, и там внутри, там внутри стоят, значит, подшипники. Залезь, значит, он у тебя открытый подшипник. Накачай, значит, лучше, конечно, снять и, значит, прогреть их, прокипяти, чтобы туда попало масло, ну, солидол. А потом поставишь, или это еще проходит. Ну, и, значит, следить не следить надо. Ну, я, конечно, назад немножко отойди. Потом еще в чем отличие? Значит, вот замок. Там на Вераксе тоже другой замок. У меня вот это слабое место. Значит, потом, что я еще делал? Вот в этих местах, значит, тоже, значит, работало-работало. Вот уголки у меня навалены. Что с этой стороны? Короче, значит, отрывались уголки. Ну, там, понятно, конвейер, у них другие совсем условия работают. Короче, вот это тоже смотрю, вот это засуществление. У тебя немножко по-другому. Короче, замерз телефон, продолжаю разговор по поводу Сенокольски. Значит, сходили по обеду, переоделся. Вот у нас, на моей Сенокольске, значит, стоят вот такие ножи. Вот он, стошенный вот так вот. Пришлось заказывать другие ножи. Но если у тебя прямой стоит, то у меня вот такие кривые. Вот на ней косить, тоже нужна определенная специфика. Получается так, что я поехал косить рано, ну, где-то числа с 15 июня. И у меня сверху стоит чехол. Оно, с одной стороны, хорошо, не разлетается сено, все укладывается рядком. Но когда трава не созрела, она вроде выросла, а начинаешь косить, и очень сильно мельчит. Вот отсюда, сзади, из-под чехла, ты знаешь, как из вентилятора вылетает веером. Значит, я что делал? Я покосил пару дней, вижу, что, ну, мельчит вот до такой фракции. Ну, конечно, я потом собираю все это, прессую. Для себя это идет, Сенокольск. Короче, значит, у меня получается так, что я начинаю покос с КЗНки. Вот, с обыкновенной. Ну, где-то неделю кошу, потом вижу, что уже это, уже можно, она начинает плохо брать, уже сложнее. Потом уже перехожу на роторную Сенокольску. Я, вот к чему уведу? Сейчас есть, значит, комплект для КЗН. Называется, значит, комплект Шумахер. Поближе, подойди. Очень хорошая вещь, у нас человек один косит, гора, значит, берет очень хорошо. И прокашивает, и не забивается. Там немножко по-другому сделано этот комплект. Я не знаю, 1018 стоит, значит. Но наше полотно можно к нему приспособить. Там смысл такой, что у Шумахера. Вот эти вот зубья, они сдвоенные. И режущий сегмент, он сделан из другого металла. И он, значит, значит, серповой. Переделке поддается, конечно, значит. Можно поставить ремкомплект на нашу КЗНку. Но вот эти вот болты, значит, нужно увеличить. И чем хорошо у этого Шумахера, значит, все сделано не на заклепках, как на нашей КЗНке, а все сделано на болтах. Ну, специальные такие болты там специфические. Если сегмент сломался, погнулся или пришел в негодность, там на месте его откручиваешь, и этот сегмент меняется. Так, останови пока. Сегменты.